МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую тебя! Это обзоры от Моб.Юэй и я, Трэш. Сегодняшний гость нашего экспресс-обзора является яркими примерами плохих и хороших реализаций классических таймкиллеров. Итак, встречаем. Аркада Зомби Рэгдалл, стильная головоломка Дотс и слэшер Смэш Зе Офис. В первую очередь давай рассмотрим пример плохой реализации идеи. В аркаде Зомби Рэгдалл тебе предстоит использовать всеми нами любимых зомби как пушечное мясо. В буквальном смысле этого слова. Цель игры незамысловата. Основой из элементарной физики ты будешь крошить бедных зомбаков на куски. Да уж, думаю, что швыряние живых снарядов и взаимодействие с физикой тоже напомнило тебе одну очень известную игру про птичек. Но, в отличие от легендарной Angry Birds, данная игра реализована просто отвратно. Графика в игре настолько корявая, что в некоторых случаях даже анимация проигрывается неправильно, а то и вовсе отсутствует. Да и в целом Зомби Рэгдалл выглядит как недоработанная бета-версия, созданная на скорую и корявую руку зомби. Так что качай. Теперь давай рассмотрим хороший пример реализации. Нет, это не цветной тест Люшера и не новый твистер на планшете. Это логическая головоломка ДОС, которая основана на древней как мир идее о соединении точек. Подобные игры существовали еще на допотопных мобильниках. А может даже племена Майи играли в них. В общем, ничего нового в самой задумке нет. Но создатели ДОС решили довести подобную игру до идеала, сделав из нее максимально качественный проект. Следуя тенденциям графического дизайна, разработчики обернули классический таймкиллер в стильную минималистическую обертку с розовым бантиком. Скажу немного о самом геймплее. В ДОС присутствует два основных режима игры. Игра на время, где тебе предстоит за 60 секунд набрать как можно большее количество очков. И пошаговый режим, в котором тебе на все это отводится лимит в 30 ходов. Но знаешь, после всех этих головоломок бывает хочется отдохнуть. И иногда просто необходимо порубиться в какое-нибудь безумное мясо. С этой задачей прекрасно справляется наш последний гость. Сумасшедший слэшер Smash the Office. Цель данной игры – разгромить как можно большее количество офисного инвентаря. Почему? Да потому что наш герой просидел всю ночь над идиотским докладом. И после титанической, но все же успешной работы, компьютер в самый неподходящий момент подмигнул герою синим экраном смерти. Не правда ли знакомая ситуация? Естественно, наш бедный клерк от такого впал в неистовое бешенство. И начал громить свой офис кабинет за кабинетом. Хотя наш герой и является эталонным видом офисного планктона, в его арсенале довольно обширный набор инструментов для вандализма. Среди которых молок, пожарный топор, клюшка для гольфа и даже самурайская катана. Кроме того, на его пути то и дело встречаются различные бонусы. Такие как дополнительное время, усиление удара или, к примеру, огромный рост, вызванный особыми грибочками. Во что именно поиграть – решать тебе. Так что на этом все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я трэш. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова